Наталья Палаус уже несколько лет мечтает о прописке. Своей квартиры у женщины нет, но есть участок в садоводстве «Трансмаш». Сейчас они с мужем строят там дом, в котором надеются прописаться. Единственный выход видят в том, чтобы превратить садоводство в поселок. Мне уже перевалило за 30, так же, как моему мужу, и хочется, чтобы было что-то. Возможности заработать на свою квартиру у нас нет, родителей нет у меня, поэтому надеемся, что это произойдет, и у нас наконец-то появится жилье. Другие садоводы уверены, что при новом статусе местная администрация займется облагораживанием территории. Ведь сейчас здесь отсутствуют коммуникации, существуют серьезные проблемы с дорогами, по которым не может проехать даже скорая. Но при всех преимуществах большая часть садоводов против того, чтобы на их территории был поселок. Оно и понятно – это лишние налоги. Им не нужен никакой статус садоводства, им нужна земля, чтобы прийти, вырастить для себя, и все. А когда поселок – это лишние заморочки. И поселки нужны, вот они, беженцы, деревень, а если в городе живешь, у меня 100 квартир, мне зачем это нужно? Вот только у Натальи Палаус и у многих других козыря в виде 100 квартир нет, им хотя бы одну. Кстати, решение о присвоении статуса решится на общем собрании садоводов в следующем году. А пока эксперты советуют людям, мечтающим о своем жилье, пойти более простым путем. Более грамотно можно поступить с тем, что сохранить именно садоводство и точечно признавать свои дома жилыми. То есть это возможно либо через суд, либо через местный орган исполнительной власти путем создания специальной комиссии, которая уже по принятию данного дома жилым выдаст решение, что там возможно будет прописаться. Лучше всего, пояснили специалисты, в администрацию обратиться коллективно, чтобы ускорить процесс работы специальной комиссии. Валентина Аскерова, Александр Антропов. Наши новости.